Первые 7 раз я рыдала. Прохода нет, не ходишь. О-о-о! Вот это да! Прекрасные декорации. А мы номинации. Обидно, черт. Первый раз в жизни на таком мероприятии присутствует. Не, начнем с главного. Ты читала она Каренина? Да, я читала она Каренина. Никакие настаиваю. Но мне было очень тяжело ее читать. То есть, реально, я ее зачитала, но было прям позже ее читать. Так что, впечатления от книги были прям супер-напритальные. Но впечатления были. Впечатления были. Теперь со мной впечатления, которые будут после того, как ты посмотришь спектакль. Да, я думаю, от спектакля они будут более красочные. Я скажу честно, что первые 7 раз я рыдала. В конце. Первые 7 раз прочтения книги, да? Нет, вот после книги нет, но почему-то после спектакля меня прям пробирала. Да, тоже потом я привыкла и стала делать такие остановки. То есть, я посмотрю, потом пару дней не смотрю, потом приходишь, туда опять, знаешь, так типа. А мы уже закончились. Причем, мне так нравится, что здесь написано, прохода нет, и ходят все. Как везде, в принципе. Потому что первый раз здесь, я это увидела и вошла вот так вокруг, потом вернула сюда, и... А тут ходят все вот так вот, потому что мы спросят, ну понятно. Ну, так же, как на Ледниковом, на двери, там, типа, на Абюре написано закрыто, а все идти нельзя, но все входит. Так странно, как мы меняли все это местами. Обычно они, типа, да, там нас тренируют, выводят, а тут мы такие, идем, а не в костюмах бегают. О, волосы, мы встретили. Вок, снимай волосы. Инстантин, век, очень приятно. Не буду уже слова все, вот накрасили. Так не могу только... Ну, тут все какой-то потоп, наверное. Вообще, обе атмосферка пока хуже. Маш, не представляешь, что мы в 80-х. А, вот, так это напоминает собираться в каком-то катании. Там тоже так идешь, короче, и... Ну, реально, да. А, вот, так это напоминает собираться в каком-то катании. И... Ой, друзья, это было... Это было потрясающе, правда. Я была не на большом количестве шоу в своей жизни. Это, мне кажется, вот второй раз. И... Анна Каренина, она прям берет за душу и вызывает кучу эмоций. Это было очень красиво, очень стильно. Просто невероятно. Все огромные молодцы. Костюмы, спецэффекты, номера, какие-то декорации. Это все на высшем уровне. Я каждый раз поражаюсь Илье, как он это все делает. Конечно, ну, вместе со своей командой. Но это что-то просто нереальное. Я всем очень советую скорее бежать на это шоу. Потому что я под огромным впечатлением. Вот это да! Я сегодня тоже так же упала, короче. Повторил мое падение. В четыре часа, как и я? Я хочу научиться чему-то вообще новому. А как научиться новому? Потому что мне научишься чему-нибудь новому. Новому, давай чему-нибудь новому. У тебя какое желание? Какие-нибудь там прыжковые, вращательные, шагательные? Просто вот что-нибудь, чтобы я смог. Ну, давай, подумаем сейчас, сейчас подумаем. Ну что, мы выбрали музыку. Сегодня уже пятница. А из-за того, что Илья на этой неделе очень занят, у него Анна Каренина, у нас все очень затянулось. То есть мы даже еще не начали особо ставить. У нас останется три дня, чтобы полностью поставить номер. И да, возвращаясь к музыке, тоже очень долго думали. Я, наверное, двое суток не переставая слушала все возможные мюзиклы. Не скажу, что меня очень много впечатлило, именно как музыка для катания. И в какой-то момент мы нашли с Никитой там саундтреки из Lego Movie. То есть они прикольные, такие достаточно необычные. Но мы продолжили слушать и сошлись на отверженных. Это прям серьезная такая тема. Песня, которую пела Энн Хэтуэй. Прямо это просто, мне кажется, одна из лучших сцен кинематографа. И вот мы взяли эту песню. И она должна получиться очень классной. Я, конечно, уже не зарекаюсь об этом говорить, потому что и Роксэн была у нас очень офигенная, но мы попали в номинацию с ней. Но, тем не менее, музыка очень-очень душевная, очень сильная. Тема очень тяжелая. И я надеюсь, что у нас все получится, тем более за три дня. Надо будет мне выбривать себе волосы, как она это делала в фильме. Но мы подумаем об этом. Сегодня у нас тренировка в Лужниках, потому что все здесь. Здесь на нашем катке никого нету, поэтому переместились сюда, но мне еще и лучше, потому что это недалеко от моего дома. Вот. Я легкой прогулочкой прошлась до сюда. И прекрасные лужники. Буфет. Вон выход на лед. На катке Анны Карениной прекрасные декорации за моей спиной. Хоть немножечко прикоснуться к этому искусству и покататься на этом льду хотя бы разочек. Сядь! Итак, короче говоря, что мы имеем? А мы имеем номинацию. Как проходила вообще вся эта неделя в статусе номинанта? Скажу, что не очень просто, потому что... Ну, все равно, ты как бы понимаешь, да, головой, что... Ну, это шоу, это ерунда, там, на этом жизнь не заканчивается, но... Все равно... Ты постоянно в этих, как бы, раздумьях. Ну, типа... Ты потому что живешь этим уже не первый месяц, и ты втягиваешься в это, и... Это реально классные ощущения. Классные ощущения того, что ты делаешь, того, что тебе это нравится, того, что ты придумываешь, делаешь какое-то творчество. И осознание того, что это может завтра вот так вот просто закончиться, оно, конечно, очень... очень тяготит. То есть... Прямо в момент того, как я узнала, что мы попали в номинацию, я была, честно говоря, в шоке. И спасибо всем вам огромное, кто голосовал за нас. Неважно, как завтра все сложится. Всем вам безумно огромное, огроменное, гигантское спасибо за веру в нас, за все, что вы пишете, и... Но я верю. Я верю в то, что все будет круто. Как вы помните, в прошлом выпуске Агаточка, Агаточка! Обещала подарить подарок. Я тебе камеру подарю. Когда в этом день рождения? Было в августе. Ладно, просто так подарю. А это все записано, записано все. И... И-и-и, сейчас я вам все покажу. Он уже распечатан. Прекрасная камера, на которой отныне будут сниматься все мои влоги. Спасибо тебе, моя дорогая. Спасибо огромное. Знаете, вы там разные бывают. Пишите? Не очень люблю я читать нехорошие вещи. Но чтобы вы все знали. Все. Агата, она невероятный человек. Она настолько добрая, настолько искренняя, настолько веселая, позитивная. Она... Она всегда готова прийти на помощь. Я ее обожаю просто. И вы ее обожаете, потому что вы не можете писать плохие вещи о человеке, которого вы не знаете. Ранняя раскаточка. У меня в образе прекрасный... Прекрасный... Прекрасная накидочка, которая может меня... Да что, не может она ничего. Вообще меня не согревает. Холодно, просто жесть. Еще такие перчаточки. Да, так что уже минут через 10 шуровать на тот лед. Потому что мы так и не успели попробовать вчера со светом. Ничего. Это придется делать сегодня, сейчас, перед прокатом. У нас будет минут 20. Еще надо доставить, на самом деле, начало и концовку, потому что этого тоже нету. Но, собственно, все как обычно. Мы не унываем. Сейчас в 8 утра. Я уже на катке. Самая первая. Потому что номинантов их выпускают на лед. Ну, самыми первыми. В том плане, что когда съемка начинается, мы идем не по жеребьевке. Ну, точнее, мы идем по жеребьевке в итоге. Но мы выходим две пары на лед, самыми первыми. И когда уже понимаем, кто выбывает, а кто остается, происходит дальнейшее действие. то есть пара, которая выбывает, катает первая сразу после номинации, а вторая пара катает уже по жеребьевке. Вот. Так что я уже на каточке. Очень волнительный день. Правда, я всю неделю плохо сплю. потому что ну, блин, все равно переживаешь. Вот. Еще надо сходить сейчас там к гримерам решить пару вопросиков и, наконец, померить костюм, потому что, ну, как бы потому что, как бы, костюм я еще свой не мерила. Я похожа на отверстие. Я стою мертвую, специально вхожу в образ. Да. Ну, что я могу сказать хорошего? Сегодня все равно прекрасный день. У меня прекрасный образ. Я обожаю вот эти все штуки. У меня просто лучший гример, лучший грим. И даже ради этого стоит здесь участвовать, потому что такого в обычной жизни жестко не сделаешь. И все приходят и говорят. То есть, когда меня человек видит первый раз, он будет неожиданно. И это классно. мы вообще верили в то, что мы никогда вместе не попадем в номинацию, потому что мы очень любим Руду. но я искренне желаю, чтобы ребята остались. Потому что я знаю, как Наташа хочет кататься и как у нее круто получается. Я беру такие полуферилы. Ты грязная. Ты грязная, тебе это идет. Ты такая красивая, с Никитой так круто смотритесь. Я вообще очень рада, что я познакомилась с тобой для этого проекта с Наташей. Она офигительная. Я же так рада с тобой. Хоть знак фильмы. Где же я тебя отеляю? Сейчас с балахуйку выкину. На, не подцепи ничего, я с улицы. Я же принцесса. Я же из Ла-Ла-Лэнда. В попало я бы не скажу. Вызернуешь? Да, я же. Валер! Дай ножницы. Ножницы. Да. Наташа будет имитировать я даже. Да? Да. Прикидывался. Интересный поворот. Ну, ты там выдернешь, да? ПОДПИШИСЬ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, так ты должен делиться вот отсюда. Скомандовать там, камера, мотор, да, положить и снимать. Мотор, камера, начин. Да. Это, короче, должно быть секунда действовать все вместе. Поэтому, как бы, все равно сборачиваю. Вот. Обидно, что. Обидно то, что не удалось сделать то, что прекрасно получалось на тренировках. Необъяснимо, почему, как это работает, я не понимаю. Именно от какого-то вот этого сценического волнения. Потому что ты, когда выходишь, должен уже настолько быть вкатан. То есть, если бы мы действительно неделю бы тренировались каждый день, а не три дня, как мы тут номер поставили, реально даже за два. Когда уже тело и ноги, все привыкло, то ты выходишь и делаешь все на автомате. Потому что думать о чем-то во время выступления нереально. Ты выходишь, пац, все начинается, у тебя уже тело делает все движения, которые у тебя успели запомниться. На тренировках ты, как бы, еще можешь что-то там предполагать, пробовать, как бы, плавать. Движение, все, ты включаешь какую-то кнопку и начали. И если все идеально не собрано, не успели оточить, то, конечно, какие-то косяки появляются, разваливаются. И как только происходит косяк, потом очень тяжело собраться. Ну, чудом все равно удалось, блин, потому что я думал, что типа все, нет, и потом как-то каким-то, ну, нормально перекидные, и там дальше вроде. Реально много фишек хорошо вышло. Ну и две фишки не удалось прямо конкретно, что жалко. И выход из щитала был такой легкий косяк. Но могло бы быть и хуже, по сравнению. Потому что, если честно, за такой короткий период я... Аптивизма! Да, аптивизма! За такой короткий срок для меня это очень тяжело. Может быть, для других участников, которые вкатаны, им может хватить, реально, на одного дня, там, двух, чтобы научиться. Но нам реально... Ну, все, кто нас учил, были заняты в этом... В Анне Карениной. В Анне Карениной. И, к сожалению, у нас не было тренировок всю неделю, да, как это должно быть. Мы тренировались, там, два дня до этого, до выступления. И один день это была постановка. То есть один день мы все придумывали, один день, в принципе, покатались и, там, чуть-чуть успели сегодня перед выходом, там, отточить какие-то элементы. Спасибо огромное всем, кто за нас голосовал. Ребятулечки, вы лучшие! Вы действительно нас вытащили. Мы уже, ну, сто процентов были как-то уверены, что сегодня мы уходим. Может быть, это как-то и повлияло на катание. Поэтому это большой сюрприз для нас и подарок, благодаря вам, ребятам, что мы останемся, и теперь будем максимально что-то придумывать такое, где не будет косяков. Да. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!